Кризис Заводы стоят. Наука, медицина, образование не финансируется. Экономика разрушается. В этой ситуации власть ищет опору среди военных и милиции, пытается привлечь на свою сторону интеллигенцию, раздавая ордена и звания. Среди награжденных должен быть и академик Андрей Алексеевич Трофимук. Но он публично отказался от ордена. Отчего я отказался от этого ордена? От того, что последние 10 лет, о которых я вам говорю, они были преступными. И я, принимая орден, являюсь соучастником этих преступлений. В самый разгар войны Кавказ, откуда поступала тогда нефть, Отрезан. Немцы у Сталинграда. Нефть была нужна стране, как воздух. Именно в это время, преодолевая сопротивление людей, которые не верили в успех, Андрей Алексеевич настоял на бурении скважин на Кензибулатовском месторождении. И каждая скважина на этом месторождении давала 2000 тонн в сутки. Это сумасшедший дебет по теперешним временам, просто непредставляемый. И чем гордился Андрей Алексеевич, что эта нефть прямо из скважины немедленно шла в вагоны, на нефтеперерватывающие заводы и на фронт. В победе вклад Трофимука и его соратников не менее значим, чем целых армии и фронтов. И вот что интересно. По существу мальчишка, по нынешним требованиям молодой специалист, Андрею Алексеевичу было в это время 32 года. Он взял на себя ответственность, мужество и силу, и проявил талант геолога-поисковика для того, чтобы открыть эти месторождения. А в это время там сменился начальник КГБ. Ему нужно было громкое дело. Дело в том, что они бурили скважины, и нефть, ну как всегда бывает, нет-нет-нет-нет. Но они вскрывали... Нефть ожидалась в связи с рифовыми постройками, девонскими. Они вскрывали скважины внизу рифов. Потом почесали затылки, догадались, что надо попробовать вскрыть и над рифами. И когда вскрыли над рифами, нефть зафонтанировала и даже выломила кусок породы. Поэтому было сказано, что, ага, геологи хотели скрыть месторождение. Но Андрею Алексеевичу удалось доказать, как он говорил мягко, что мои геологи при открытии месторождения не только его не хотели скрыть, а проявили героизм. За открытие новых месторождений и вклад в увеличение добычи нефти Андрею Алексеевичу Трофимуку первому среди геологов было присвоено звание «Героя социалистического труда». Это единственные сохранившиеся съемки Трофимука в 40-х годах. Закончилась война. Нужно было восстанавливать народное хозяйство, строить заводы, искать нефть и газ. В годы его работы в европейской части страны, в Волго-Уральской провинции, пошли еще целая серия открытий в Башкирии, пошла ускоренная разведка Туймазинского месторождения. Это уже был гигант. А дальше этот гигант надо было разрабатывать. И тогда в стране технологий для разработки таких крупных месторождений не было. И вместе со своими товарищами Андрей Алексеевич разработал технологию сначала законтурного, а потом и внутриконтурного заводнения, что позволяло увеличить коэффициент нефтеотдачи. И в первые две сталинские премии Андрея Алексеевича это премии за создание новых технологий разработки нефтяных месторождений. В 1951 году Андрей Алексеевич защитил докторскую диссертацию. И в 1953 году, в 1942 года, был избран человек с производства, был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. В 50-х годах началось активное освоение Сибири. Наука становилась производительной силой. В это время в судьбе Трофимука происходит резкий поворот. Он оставляет работу директора Всесоюзного нефтегазового научно-исследовательского института в Москве, где у него в подчинении находилось более трех тысяч человек, и едет в Сибирь вместе с Лаврентьевым, Христиновичем и Соболевым организовывает сибирское отделение Академии наук СССР. Новосибирск стал городом большой науки. В мае съехали сюда виднейшие ученые. Представители Восточной Сибири, Дальнего Востока, руководители институтов Пруденский, Ворожцов, Христианович, известный физик Кузнецов, первооткрыватель Тоймазинской нефти Трофимук, восемь академиков и 27 членов-корреспондентов, избранных на выборах по сибирскому отделению. Ученые собрались на первые общие собрания Сибирского отделения Академии наук СССР. Академгородок рос как на дрожжах. Один за другим поднимались здания институтов, жилых домов, студенческих общежитий. Молодость и энергия били через край. Городок был на слуху. Все хотели здесь жить и работать. Городок был на слуху. Таких директоров, как Андрей Алексеевич, сегодня уже, увы, нет. Он сформировал институт или ядро ученых института таким образом, что это почти в каждом направлении были лучшие ученые Советского Союза, лучшие ученые России на тот момент времени. Академик Соболев, академик Яншин, братья Кузнецовые, академики, специалисты в области рудных месторождений, академик Борис Сергеевич Соколов и многие другие. Подобрав вот эту плеяду ученых, он предоставил им возможность самостоятельно работать. Не всегда люди, сильные ученые любят подбирать таких же сильных себе в соратники. Они явно или неявно становятся конкурентами. Андрей Алексеевич этого не боялся. Он подобрал такую плеяду людей, что, как говорил его ближайший соратник и друг, академик Александр Леонидович Яншин, этот институт был по существу Академией Геологических Наук с самым высоким мировым рейтингом. Семилетний план открывает новые перспективы перед сибирскими геологами. Академик Трофимов говорит. Как известно, Сибирь очень богата полезными ископаемыми. Возьмем, к примеру, западно-сибирскую низменность. На этой огромной территории, в низовьях реки Аби, у села Березово, уже открыты несколько месторождений газа. В среднем течении реки Аби обнаружены признаки нефти. В ближайшие годы здесь должны быть открыты крупные месторождения нефти и газа. Открытие сибирской нефти в нашей памяти связано с именами советских геологов Эрвье и Салманова. Но немногие знают о том, что академик Трофимов был единственным из крупных ученых, кто до конца верил в успешные завершения поисков. Нефть за Уралом есть, убеждал он. И боролся за продолжение работ даже тогда, когда они были признаны бесперспективными. Сегодня Тюмень – главный топливный цех нашей страны. Каждую вторую тонну нефти, каждый третий кубометр газа добывает страна на этой разбуженной земле. Лучших сынов призывают труженики Российской Федерации к рулю управления республикой. Один из них – новосибирец Андрей Алексеевич Трофимук. У него день был расписан по минутам, он успевал все. В том числе и у него в то время, в отличие от нынешних времен, был обязателен ежемесячный депутатский прием. И стольким людям он помог. Кого-то вызвали у нас в тюрьмы, незаслуженно посаженного. Кому-то помог сделать операцию срочную и нужную. Где-то спас организацию, у которой возникли проблемы. То есть это был настоящий народный депутат. Но что любопытно, он любил людей, которые имели собственное мнение. Все его любимые ученики были его главными оппонентами. Вот Иван Иванович Нестеров, Алексей Милич Конторович. Он их всегда выдвигал, так сказать, в члены Академии. Я однажды тоже подхожу к Андрею Алексеевичу и говорю, Андрей Алексеевич, как же, вот вы выдвигаете этого товарища в члены Академии, а он выступает с концепциями противными вашим. Если не его, таково же. Он настоящий нефтяник, сказал он мне. У него были принципы по жизни. И если знать эти принципы и считаться с ними, обожать их, то с ним было очень легко, очень легко. Но те, которые знали его только с рабочей стороны, они знали одного Торфимука. Его авторитет всегда был безукоризненным. Но люди как-то его побаивались. Понимаете, побаивались. А дома это был совершенно другой человек. На рыбалке находят. Вот он, понимаете, у него было очень много мужского. Настоящий такой мужчина. И хобби, у него увлечения все были мужские. Вот охота, рыбалка. Ну вот эти бани, знаете. Потом после сауны в снег кидался. И это были разные совершенно люди. Все перекаты, да перекаты. Послать бы их по адресу. А где-то бабы живут на свете. Друзья сидят за водкою. Владеют камни, владеет ветер. Моей пелявой лодкою. К большой реке я на утро выйду. На утро лето кончится. И поддавать я не должен виду. Что умирать не хочется. Все перекаты, да перекаты. Послать бы их по адресу. На это дело... Алисович как человек, он был всегда, когда за столом, скажем, это была душа компании. Вот как большинство людей, которые не имеют ни слуха, ни голоса, он очень любил петь. Все вокруг, знаете, заражались и подпевали ему. Он, значит, солировал, причем не имея ни слуха, ни голоса. Он перебирал, конечно, но знал все слова. А припевы подпевали все. В это время Андреем Алексеевичем Трофимуком были сделаны удивительные открытия. Буквально на кончике пера. Задолго до накопления большого фактического материала, когда не было пробурено ни одной скважины, он предсказал наличие большой нефти в докембрийских породах Восточной Сибири. Благодаря его настойчивости начали проводить изыскания. И восточно-сибирская нефть была найдена. По предварительным прогнозам, запасы восточно-сибирских месторождений превосходят запасы нефти в месторождениях Западной Сибири. В июне 1980 года в Новосибирске, в Академгородке, состоялась всесоюзная конференция по развитию производительных сил Сибири. Центром внимания на конференции стала подготовленная учеными долговременная программа «Комплексное освоение природных богатств Сибири». Или, как ее называют, программа «Сибирь». Чтобы ее подготовить, потребовалось примерно год. Что мы делали в течение этого года? Наш президиум, по существу, побывал в крупнейших центрах, где осваиваются природные ресурсы Сибири. Это и Красноярск, это и Якутск, это и Якутск, это Тюмень, Омск, Томск. То есть все ученые были объединены, как говорят, скоординированы вокруг крупнейших задач вот такого комплексного и высокоэффективного использования природных богатств Сибири. В крупных масштабах, в значительных масштабах, в таких масштабах, которые определяют экономику самой страны. Мы огромное внимание уделяем к вопросам охраны окружающей среды. Это главнейший для нас вопрос. Вот безотходная система и должна устроить, должна решить, снять эти вопросы. При этой системе минимальный вред может быть нанесен окружающей среде. Или теоретически можно его снять вообще. Байкал. Проблемы экологии, охрана окружающей среды, связанная с байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, отнимали у Трофимука немало сил, энергии и нервов. Андрей Алексеевич был председателем научного совета по проблемам Байкала. И нужен был и тогда, и позже серьезный научный анализ. Потому что он хорошо понимал, может быть, раньше всех понял, что Байкал настолько уникальный, мировой объект, объект мирового значения, что на нем навредить за счет неумелой хозяйственной деятельности, это сделать преступление перед всем человечеством. Он именно так сформулировал на одном из заседаний Совета по Байкалу, где я присутствовал. Андрей Алексеевич это переживал как личную трагедию отравления Байкала. Он стал смотреть, кто же дал разрешение от Академии наук на строительство этих комбинатов. Оказалось, что Келдыш дал. И разговаривая с Келдышем, Андрей Алексеевич хватил по столу. Миллионщиков вспыхнул. Совершенно непозволительная вещь, чтобы с президентом, член-президентом разговаривал таким образом. Надо потребовать тревога извинения. Алексей хватил еще раз и сказал, я принесу извинения никому угодно, но спасите Байкалу. И он написал заявление. У меня есть черновик, как он писал, у нас нервно. С просьбой перевести его в директор Миллионологического института на Байкале. Защищать Байкал. Все уговаривали Андрея Алексеевича не делать этого. Но вот Яншин сумел его убедить и объяснял, почему спокойно, долго, иногда нудно, как мне казалось, объяснял, почему нельзя этого делать. По нескольку раз в год в течение многих лет приезжал Андрей Алексеевич в Иркутск. Он был в курсе всех проблем, связанных с экологией Байкала. Борьба, которую он вел, в конечном итоге оказалась безуспешной. Но она не закончена и сегодня. Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь еще в предстоящие войны. Тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наука действительно на грани гибели. Мы можем выдержать еще год. И даже дело не в том, что мы не проживем и не дадим зарплату нашим институтам. Дело в том, что разрушаются школы и коллективы. И это уже невосполнимо. Правительство сокращает финансирование институтов вдвое. Поэтому зарплату за май никто не получит, денег для продолжения исследований тоже нет. Откуда-то появился лаборатурный скелет, призванный символизировать участь российских ученых. Появление в газете «Советская Россия» письма Андрея Алексеевича Трофимука и отказ от ордена вызвало эффект разорвавшейся бомбы. В какой-то степени это заставило власть обратить взор на науку. Ну что вам сказать. К сожалению, наши реформы, хотя и называются таким громким именем реформы, на деле это обдуманная, тщательно выверенная за рубежом политика удушения нашей экономики и не только экономики, но и народа. И наше правительство выполняет эту позорничью. я даже так думаю, что если бы Гитлер нас завоевал, то он не додумался бы с такой скоростью разорить нас. Не хватило бы, наверное, так сказать, ума. Вы понимаете? Вот что делается. Надо сказать, что вот такого шага я больше не знаю. В истории Советского Союза там было это вообще невозможно. Это грозило более тяжелыми последствиями. Но и в России, в истории России, чтобы вот так открыто отказаться от ордена, я не знаю ни одного случая. Так что это был уникальный случай, как и уникальным был сам Андрей Алексеевич. Он победил у волки Финьям великой стойкостью своей, а также храбрым поведением и крепкой хваткой боевой. Ты уехала в Даниле стойкость, я ушел на разведку в тайгу. Надо мною лишь солнце спаящее светит над тобою лишь в небе снегу. А в пути далек иного и нельзя повернуть назад. А все кончается, 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 едва качаются пером и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно слов не говори. А голова моя полна бессонницей, полна тревоги, голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, и каждый был открыт таким, как был. Ах, дни короткие до сердца тронули. Спасибо вам, прощайте, докурил. А все кончается, 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 едва качаются пером и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно слов не говори. мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся, не заржавеют в ножнах скрытые клинки, и мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся, и станем снова с вами просто мужики. А все кончается, 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 едва качаются пером и фонари, глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно слов не говори. И так все ясно слов не говори. И так все ясно слов не говори. Спасибо за субтитры!